Чиновник не может больше ассоциироваться со словом «вор». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. На первом заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике снова говорили о наболевшем. Руководители прокуратуры и Министерства внутренних дел рассказали о результатах своей работы в этой сфере. А руководитель Крыма предложил конкретные пути решения проблемы. Подробнее в сюжете Елена Бережной. Должностью и свободой за коррупцию поплатились уже десятки крымских чиновников. Но процветает она там, где для этого есть условия. Взяточничество приводят, как правило, закрытость власти, бюрократия, очереди в госучреждениях. На этом давно пора ставить точку, считает глава Крыма. Неприкасаемых у нас коллеги нет. Воры и взяточники должны будут строго наказываться, невзирая на чины, звания и прошлые заслуги. Еще один важный момент. Пора перестать кивать на тяжелые наследия Украины, где коррупция была частью государственной системы. Крым интегрирован в правовое, экономическое, социальное, гуманитарное пространство Российской Федерации. Если без конца прикрывать свои недостатки тяжелым наследием украинского режима, это будет только дело уредить. Более тысячи нарушений законодательства в сфере коррупции выявила прокуратура Крыма в прошлом году. Возбуждено 30 уголовных дел. Прошли серьезные проверки и чистки во власти. Более 40 должностных лиц органов исполнительной власти республики были привлечены к дисциплинарной ответственности. Пять чиновников уволились, не дожидаясь результатов проверок по собственному желанию. Но, к сожалению, мы констатируем факты, когда уволенные по результатам прокурорских проверок чиновники в настоящее время оказываются на своих рабочих местах. Если уже понятный факт установлен, и вы для себя в том числе убеждены, коллеги, решения должны выполняться, и при том, что руководитель исполнительного органа власти должен принимать решения, соответствующие об увольнении таких людей. По-другому не будет. Немало коррупционных схем в прошлом году выявило и Министерство внутренних дел по республике. Общая сумма взяток составила около 50 миллионов рублей. К слову, самая крупная из них – 300 тысяч долларов. Правоохранители завершили расследование 226 уголовных дел. Почти все они направлены в суд. Сумма ущерба по оконченному уголовным делам коррупционной направленности составила 42 миллиона 70 миллионов рублей. Возмещено, наложен арест на изъятые имущества и материальные ценности на общую сумму 229 миллионов рублей, что составило 536 процентов, а сумма ущерба – это самый высокий показатель Российской Федерации. Чаще всего преступления встречаются в сферах здравоохранения, образования, органах госвласти, таможенной и миграционной службах. Глава Крыма подытожил, чтобы искоренить коррупцию, нужен системный подход и помощь самих людей. Особенно это важно сейчас, когда полуостров живёт в режиме ЧАЭС. Елена Бережна, Алексей Романов и Андрей Латухин. Время новостей.